Поймали вот бедолагу без маски, он лежал, спал. Вот выгоняет парня. Прием, прием. Они тут в Кёльне вообще аку ели. Развешали здесь вот такие вот. Радужные флажки. Германия, детка, Германия, что поделаешь? Ну что, пойдемте завтракать. Майнкрафт-пакет. И вуаля, Кёльнер-дом. Утренний Кёльнер-дом в своей красе. Народ, всем здорова. Утро, город Хам, вокзал. Смотрите на часы. Время 35 минут четвертого. В 3.0.18 у меня был назначен поезд. То есть я купил билет себе за 77 евро. Никакого 9 евро и билета себе не брал. Чтобы думал я, чтобы не толкаться в толкучке. Или не ехать в толкучке. Взял специально пораньше. Не стал брать на 5 часов, например. Думаю, попаду по-любому в эту всю систему. И что вы думаете? Зашел на платформу, а там уже ожидает в 3 часа ночи, ожидает уже около 70 человек. Я посчитал всех. И поезд. Оп. Вообще просто отменяют. Это значит, он где-то задержался. То, что люди покупают себе билет за 9 евро. И я думаю, из-за этого график подпортился. Никогда ранее на платформе в такое время столько людей не было. Ну, максимум 10. А вот видите, вот эта вот платформа. Я сейчас зашел на другую. Ну, так по растяженности около 70 человек. Теперь часа позже я могу отправиться по этому маршруту. Но весь график будет сбит. Еду я на землю Баден-Вюртемберг. Небольшая деревушка. Адельсхайм. Зенфельд. Там мне нужно будет забрать грузовичок. И там меня должны были встретить. Теперь надо будет и план менять маршрута весь. И людям придется звонить, чтобы попозже меня встретили. Вот такая тема. Билет я приобрел за 77 евро. Преодолеть нужно было 416 километров. С города Хам на обычном поезде до города Кельн. Там пересадка на скорый поезд. И там, естественно, людей за 9 евро с билетом бы не было. Но теперь часом позже весь график передвигается. Ну, елки-палки. Еще. Я забыл дома воду. А у меня такое сушняк пить охота. А на вокзале утро ранее еще все закрыто. Вот здесь уже правосвет включили. Сейчас откроют кампс. Ну что, придется ехать часом позже. Заодно и посмотрим, как переполнены поезда. Вроде привилегии сказали за 9 евро. А поезда стали битком-битком народу. Столько елки-палки едут. Куда едут люди? Для рабочего человека это, конечно, неудобно. Кто добирается по работе, выбивает тебя из колеи. Тем более, сегодня жара. Я думаю, пораньше приеду туда. Потемну. И пораньше вернусь. Но нет, не судьба. Ну, просто поезд. Даже не сказали опоздание или что. Просто выбить. Отменили. Самое, что интересно, я обычно пользуюсь программкой. Смотрю сразу на другие маршруты. Но время раннее, других нет. Только позже. Прям на час так вот. У меня с Кельна там прямой был до города Манхайм. Там пересадка еще по деревням потом. В общей сложности было 4 пересадки. Я уже посмотрел, здесь есть поезд до самого Манхайма, с города Хам и Циэ. Но он идет только в 5 утра. Это еще час дольше здесь оставаться на вокзале. Но это я уже не потяну. Смысла нет. С одной стороны, как бы хорошо, что людям сделали за 9 евро билет. Могут спокойненько ехать. Ну, многие могут себе позволить. Так люди так и сделали, что себе это позволяют. Понабрали, едут. В принципе, для людей это хорошо. Ничего не вижу плохого. Единственное, что из-за этого маршруты меняются. Везде переполнена толкучка. Потом скажут, как уже и говорят, заражение идет туда-сюда. Там всякое такое. По крайней мере, у нас на земле. Ну, плюсы какие-то есть и какие-то минусы тоже есть. Так. Город Хам. Вокзал. Здесь вот автобусная станция. Тишина, смотрите, друзья. Время сейчас без 15.04. Не фартит сегодня. Вот эта булочная открывается в 5 утра. А сейчас без 10.04. Но здесь есть, открывается вот эта вот забегаловка. Там тетушка раскладывает булочки. Я думаю, он заодно возьму кофе, себе воду и булочку здесь. Но она ложит, убегает. А на эти булочки садятся мухи. И у меня утренний аппетит уже пропал. Хоть воду у них куплю. А так все аппетитно выглядит. Ну, так все чисто, конечно, я скажу. Все свежее делают, сразу выкладывают. Но я заметил пару штук там раз-раз туда-сюда. И я не захотел. Особенно с рыбой. Смотрите, с тунцом. С яйцом. Багет. Недорого, кстати, для вокзала. 2.90, 3 евро. Такие багетики. Подошел этот поезд, но он отправляется в 4.18. Смотрите. С хама. Так что еще придется подождать. Купил воду за 2.90. Нормально для вокзала, я скажу. Думал, дороже будет намного. Кстати, да, поезд подошел пустой. Народ разбежался. Я бы не сказал, что есть толпучка. Вообще, хочу быть объективным. Я думал, здесь будет полно народу еще. Но поезд абсолютно пустой, да. Но кто-то с платформы убегал. Побежали. Не знаю, куда они побежали. По другим маршрутам. По другим добираться. Но, тем не менее, мне придется новый план сейчас с дороги посмотреть. Сделать, как отправиться из Кёльна. Так как выбили мне бумажный билетик. Сегодня не онлайн. Вчера заказал. Вот так вот выглядит билетик. Цена 76.90. Я округлил 77. Выезд Хам до Кёльна. С Кёльна Манхайм. С Манхайма Остербурген. Из Остербургена Зенфельд. Адельсхайм. И, по сути дела, я должен был быть на месте. Без 15.10. А сейчас, как минимум, на час позже буду. Как минимум. Потому что не знаешь, как дальше будет продвигаться. Какой план будет у меня сейчас по поездке. На данный момент на вокзалах можно ходить без масок. На платформе все стоят без масок. Но в поездах, да, нужно одевать. Но пока замечания не сделают, я не буду. У меня будет такой единичный протест. Или одиночный пикет. Обычно, как бывает, поезд опаздывает. На табло показывают. Задержка там 10 минут, 15, ну даже 30 минут. В этот раз задержки не было. Просто отмена. И, по сути дела, это такой же. По этому маршруту, который поезд идет. Он пришел раньше. И он отправляется на час позже. Бардак. Бардак. Ну, я думаю, что это все связано с этим билетом 9 евро. В любом случае. Потому что многие жалуются. Одни проблемы только с ним. Как-то ранее на канале я говорил, что сейчас маски также нужно в банке одевать. Если пришли там, например, на встречу. Но вчера я был в банке. Я думал, к автомату подойти. И маска не нужна. Ко мне подбегает. Лукс и дядька там. И говорит, почему без маски? Маски оденьте. Я говорю, с какого-то там перепугу я должен одевать. Показывает, вон на двери висит. Да мало что он висит на двери, на твоей. Просто зашел к банкомату снять деньги. Они одевают уже. Ну, е-мое. Начинают нам зажимать гайки по новой. Кто-то говорит, что ты прицепился к этим маскам? Ну, говорю о наболевшем. Да, мне это не нравится. Мне это создает дискомфорт. И в конце концов, какие-то права должны быть. Что я хочу делать, что я не хочу делать. Вот маску я носить не хочу. Друзья, увидели только этого парнишку. Изначально я хотел вам сказать, но не стал, да? Он передо мной был в той самой забегаловке. Хотел купить воды попить. Ну, и сдает бутылки. Видимо, нету денег у него. И, по сути дела, где бутылки ты покупаешь, то есть где-то покупаешь воду. В Германии закон. Они должны принимать бутылки обратно, так как вы за них платите 25 центов. Но он хотел просто сдать и взять воды себе. И вот там отфутболили, что-то там. Уходи, уходи отсюда там. Вполне адекватный парнишка. Нормально одетый, да? Сейчас он проходит мимо. Может, говорит, у тебя водички попить? Я говорю, ну, я, конечно, не дам мост своего горла пить. Я говорю, есть у тебя стакан? У меня есть пустая бутылка. Я ему налил, он попил. Вот так вот бывает в Германии. По сути дела, у него была такая же проблема с утра. Что хочется водички попить, а воды нету. Открылась первая забегаловка. Я себе взял. Если бы я знал, я бы ему дал бы деньги на месте. Там просто, что так да так. Просто так получилось. Я пока выбирал, слышу. Между делом разговор. Как было на кассе. Напишите в комментариях, правильно ли его отфутболили. Может быть, я не прав. Насколько я знаю, там, где продают, например, воду. Вот такую вот. Вы всегда можете принести бутылки. И там разные. Там и кока-кола, разные напитки. Везде 25 центов. И он сдавал три такие бутылочки. Не знаю, что бы он там, конечно, на них купил. Такую-то маленькую. Может, те же самые капризоны бы водичку взял. Сок. В общем, напишите, правомерно это было, что его отфутболили. Или обязаны были принять бутылки. Остановочка. Дюссельдорф-Люкхафен. Дюссельдорф-Аэропорт. Вот вежливо попросили меня надеть маску. Слышу по громкоговорителю говорят. Если кто-то без масок, то должен покинуть поезд. Я сидел здесь вот напротив. И за мной всю дорогу, я так полагаю, это было обращение ко мне. Вот тут вот наблюдала камера, видите. Вот она, она. Прямо на меня стояла всю дорогу. Раньше как говорили. Типа маскинфлихт. То есть каждый должен, обязан носить маску. Сейчас об этом не говорят. Всю дорогу вообще не говорят. На табло тоже не пишут. Типа там корона, макарона, как там соблюдать себя. Как себя вести правильно в дороге. В общем, ничего не пишут. Ну и в общем, только проговорили. И сразу же слышу, идут два контролера отсюда. Хоп, сразу ко мне подошли, билет проверили. Да я уже натянул вот так вот, взял. Вежливо попросили покинуть. Главное, ты покупаешь билет. И ты должен покинуть поезд. Я возмущен, что за дела такие. Поймали вот бедолагу без маски. Он лежал, спал. Вот выгоняет парня. Спросили у меня маску, есть ли у меня, чтобы ему дать. Я говорю, нету. Вот так вот, друзья. Маски нет, выгоняют с поезда человека. Остановка Дюссендорф-Хаупманхоф. То есть главный вокзал. Тут стройка. И стоят контролерши, ждут, пока он здесь сейчас вылезет. Мы могли бы дать ему сами маску. Неужели у них нету? Город Дюссендорф. Всем привет. Вон пошли выгонять мужичка. Одна стоит вот сбоку, контролирует это все. Реально контролерши засветились, бегают, смотрят, чтобы он с одного вагона не вылез, а в другой не залез. Редак вот. Но всех предупреждают. Хоть такое, знаете, предупреждение или как исключение, что типа оденьте или найдите, и можно дальше ехать. Но что характерно, очень много людей залазит. Просто без. Даже сейчас контролерши прошли, залазят здесь без. Это радует. Так, мы уже в Кёльне. Сейчас моя вылазка тут. Река Рейн. На главном вокзале пересадочка. Посмотрим на Кёльнер дом. Река спокойная, без волн, ветра нет. Вот здесь весь забор увешан замочками. Я как-то ранее говорил. Кто связывает свои узы, совет да любовь, закрепляет все замочком тут. Добрались до Кёльна. Все-таки ехать было терпимо. Не сказал бы, что поезд переполненный. Все нормально. Вот, тетушка выгнала. Того мужичка. Говорит, маска у вас есть? Да, есть. Могу свое дать и ехать без маски. Так, друзья, Кёльн. Сейчас позавтракать надо здесь чего-нибудь. Время начало седьмого. Отъезд по плану у меня отсюда 6.53. Но стоит. Посмотрел информацию, что кто-то на железной дороге бегает. И задержка еще на 10-15 минут минимум будет. Так, пойдем в ту сторону. Ну что, пойдемте завтракать. Майнкрафт пакет. И вуаля. Кёльнер дом. Утренний Кёльнер дом в своей красе. А вот с таким видом у меня сейчас будет завтрак. Тут надо найти себе подходящее местечко только. Тут затеяли какую-то грандиозную стройку прямо перед домом. Честно сказать, я не знаю. Но стоит, что мы строим для вас. Лифт пошел наверху. Да, впечатляюще, конечно, выглядит. Вот такой вот багетик Юрец себе взял с яйцом и маслом и кофе. Такое может быть только в Германии. Юрец приехал, а ему перед подъемом до собора дорожку моет. Респект и уважуха, дядьки. От души. Грозное сооружение. Ещё 20 минут у меня здесь есть. Полюбуюсь. Центром. Здесь, типа, привокзальный ресторанчик закрытый. Но кто-то перелез, смотрите, два бедолаги лежат, спят на диванах. Хорошо продумано, да? Вот такой вот туннельчик. Вот смотрите, вот здесь. Я стою на туннеле и сразу собор сверху. Солнце взошло, пора и очки уже одеть. Для тех, кто не был в Кёльне, я сегодня за вас здесь выпью кофейка. Смотрите, какой лесопед здесь стоит мощный. Прямо реально мощный. Любоваться хорошо, но пора бежать на платформу. Дядька, я спускаюсь, и он здесь для меня моет. Чудо, дядька. Чудо. Они тут в Кёльне вообще аку ели. Развешили здесь вот такие вот радужные флажки. Видимо, скоро парад, наверное, этих ребят, смотрите, и здесь. Прям на поездах развесили. Прием, прием. Эмфанк. Вот зачем эту пропаганду делать, да? Мы же за классический брак такой не пропагандируем, просто живем. А тут пропаганда целая идет. Германия, детка, Германия, что поделаешь. Ну вот, друзья, 06.53, направление Штутгарт, а мне надо вылазить в Манхайме. Плюс 20 минут. И здесь сейчас тоже говорят, что какие-то люди посторонние присутствуют на железной дороге. А это меня не радует, конечно же. А это меня не радует, конечно же. А все-таки нет. Просто любитель почитать, газета нужна. Как говорят немцы, это наше будущее на пенсии в Германии. Они так говорят. Юрец дождался. Наконец-то поезд пришел. Все, друзья, в этом поезде можно немножко поспать. Поезд ИЦЕ довольно-таки просторный. Места всем хватит. Выбрала себе местечко такое со столом. Всегда люблю такое. Тут можно свои вещи сюда положить, покушать, если что-то. Телефон, компьютер, на крайний случай. Было у меня сегодня в планах взять с собой лептоп. Мой ноутбук. Чтобы сделать новый выпуск в дороге. Но, думаю, я не буду таскаться. Не стал брать. Музыка. 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 Друзья, добро пожаловать в Маннхайм, Хаупбаннхофф, 10 минут, у меня отправка, еще там пересадочка будет, и в итоге опаздываю на 2 часа, скорый поезд совсем тихо ехал, не знаю я почему, просто медленно, вдоль ли Рейна, катился, катился и прикатился, а я иду такая вся, Дольче Габбана, я иду такая вся, на сердце рано, так, ну вот Маннхайм, здесь немного тучки натянуло, будет дождь, и кстати, да, платформы тут полны, много народа. Да уж, друзья, сегодня бардак, приехал я вот в Бад Фридрихшаль, Хаупбаннхофф, последняя пересадка, мне осталось ехать 30 километров всего лишь, до местного назначения, и здесь также поезд, говорит, не пойдет дальше, до 15.00, получается, что до 15.00, друзья, штрекеншперинг, то есть путь перекрывает, это о чем говорит, если я встал пол второго, в три у меня должен был быть выезд, я уже 400 километров, а точнее 416 километров до местного назначения, это уже 12 часов езды, вообще, бардак какой-то, так только я, наверное, с Антверпена как-то уезжал, без конца все обрывалось, не знаю, с чем это связано, но каждый поезд то опаздывает, то отменяет, то еще что-то, попадала в конкретная неприятная ситуация, сейчас без 15.12, а до 15.00, это еще здесь нужно находиться, 3 часа 15 минут, надо что-то придумать, сейчас посмотрел по навигатору, 46 километров отсюда, и до самых 15.00, еще неизвестно потом, будет или не будет работать путь, понимаете, здесь такое, мелкие деревни, ехать дальше, кстати, вон там Ауди стоят, состав, нашел я лазейку, как с этой деревни уехать, но все равно нужно ждать час, чтобы на поезде уехать немного в другую сторону, пересадка в другую, ну, 2 часа, и я буду на месте, и забежал я в этот шоп, здесь нет вокзала, да, покушать хотел чего-нибудь горяченького, а тут ничего нету, одни булочки, и Юрец себе взял кофе, и с колбасой, такой бутерброд, сэндвич, в общем, сэндвич, колбаса, сыр и яйцо, по сути дела, можно было бы пообедать, но тут, к сожалению, на этой станции ничего нету, да, друзья, Попадалово, смотрите, сколько народу стоит, не могут отсюда уехать, тут, вон там, такси пытаются, некоторым надо в Вюрцбург уехать, вообще, в Баварию отсюда, там сидят, смотрите, расположились, но у меня еще чуть-чуть, сейчас я в другом направлении уеду, на более такой крупненький вокзальчик, оттуда еще какую-то деревню, и там потихоньку разберемся, что и как дальше, но там люди, которые стоят в такси, они даже толпой не готовы платить, чтобы ехать, там мелочи, я думал, они, может, в моем направлении, думал, к ним подсесть, вот они там решают, звонят, и сегодня такая жара, самый день для плавания где-нибудь, я так рано выехал, думал, приеду пораньше, по-быстрому, ладно, приеду, имеется в виду, по-быстрому домой, когда я сам за рулем, то я доберусь, а когда поезда, они подводят частенько в Германии, раньше такого не было, это все 9 евро тикет, 100% он виноват, ну что, друзья, добрался я на оптимизме, с хорошим настроением, пересел грузовичок, это грузовичок от Эго, в хорошем состоянии, здесь у меня и бумаги все с собой уже, все подписали мы, фертрак там, все как нужно, контракт, забрал у себя бумаги, в общем, и мне показывает, что по автобану ехать почти 490 километров, на поезде было короче, где я забирал грузовичок, это Адельсхайм, это в районе города Хейльброн, Хейльброн, во, большой привет передаю Сане Волошенко, если будет смотреть подписчик, большой привет, диггер, был я у тебя в краях, еду домой, в общем, потихоньку доберемся, всем спасибо за внимание, как я сюда добирался, уже здесь, вы бы это видели, на лошадях, по медвежьим тропам, но я все-таки добрался, так что ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео, если оно вам понравилось, надеюсь, вам не было скучно, всем спасибо, всем пока! Ну а машина, друзья, зверь, смотрите, сотню идет, мне Вернер Немец говорит, да ты хоть 120 за ней лети, она едет конкретно, смотрите, 110, доходит, спокойно, но я нарушать не буду, 90 потихонечку, но хотел бы добавить, что масло, воду, тормоза, ну всякие такие вот мелочи, все проверил, все в хорошем состоянии, все нормально, для дороги машина готова и в путь! Ну вот, друзья, приплыли, в направлении Манхайма вышел на шестерку, автобан, и все, приплыли, навигация так ведет, посмотрите, друзья, сидения абсолютно новые, да, вы скажете, зачем, типа такой грузовичок, смотрите, крыша, этот магнитофон, смотрите, какой у него, оригинальный все, у него оригинальный пробег, друзья, это у немца взятый был, 137 тысяч, представляете, для такого грузовичка, 137 тысяч всего лишь пробега, такой грузовичок еще принесет много денег, хоть работает на нем, хоть на продажу, абсолютно, состояние капитальное просто, да, снаружи, конечно, есть там, где-то ржавчина, но это не без этого, машина не новая, а так все супер, у него ручник даже вот с этой стороны, смотрите, вот он, друзья, 1997 года, февраль, за 4 тысячи он был взят, вот у него Форцой Шайн, вот это бриф у него, на этой фирме был взят Вернер Ландхандель, немецкая фирма, совсем мало ездили на грузовичке, такие старенькие грузовички с маленьким пробегом в хорошем состоянии приносят хорошие деньги, а мотор, друзья, послушайте, как звучит, как будто только с завода сошел, дрын-дрын-дрын-дрын-дрын, супер, идет вообще хорошо по автобану, его, по-моему, ни разу не открывали даже, все блестит и пахнет, 200 километров позади, вот такой вот грузовичок, друзья, бежит просто супер, реально просто супер, романтика, будет еще бегать и бегать, еще 300 нужно проехать, заехал на паузу, ресторан Нордзе на автобане, заказал себе покушать, сегодня я заслужил, а на улице жара, печет, ой, ноги горят аж в мошмагах, смотрите, что я себе взял, а взял я себе фанту, картофель вареный, и здесь лосось, филе лосося, жареное на гриле, с лимончиком и соус, это у них называется премиум меню, 15.49, самое дорогое в Норде я взял, что сейчас я увидел, витаминчики нужны, сейчас Юлия заценит, вот так вот, обалденно, друзья, или я голодный, или обалденно, или все вместе, все, теперь точно, всем спасибо, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok